МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на Брексит, говорить о кризисе Евросоюза не приходится. На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли ряд важных решений, включая вопросы обороны. В ходе встречи была также достигнута договоренность о продлении санкций в отношении Москвы. Обсуждали и последствия Брексита. Катерина Иванова с подробностями. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите Евросоюза в Брюсселе. По мнению наблюдателей, она была здесь аутсайдером. На повестке дня саммита обсуждение будущего ЕС. На этом фоне Брексит с его проблемами отошел на задний план. И все же одно заявление Мэй не оставило никого равнодушным. Граждане стран ЕС смогут остаться в Великобритании и после выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. А тем, кто прожил в Великобритании более пяти лет, Мэй предложила предоставлять особый статус. Судьба граждан ЕС в Великобритании – одна из самых важных тем на переговорах по Брекситу. Лидеры стран ЕС приветствовали решение Мэй. Это хорошее начало, но в связи с процессом выхода Великобритании из ЕС возникает еще много других вопросов, на которые предстоит найти ответы. Это и вопросы финансового урегулирования, и отношений с Ирландией. У нас еще много работы до следующего саммита в октябре. Если Brexit и Мэй отошли на второй план, то на первом оказался новый президент Франции Эммануэль Макрон. «Новая надежда Европы» – так называют его в европейской прессе. Пока дома во Франции Макрон выполняет предвыборные обещания по обновлению госаппарата и борется с коррупцией, в Европе надеются, что он привнесет дух новизны и в Брюссель. По мнению наблюдателей, МНДМ – так союз Макрона и Меркель назвал немецкий таблоид Bild – однозначно доминирует в ЕС. «Мы работаем с Германией рука в руку. Мы стараемся найти как можно больше общих позиций. Если наши страны не смогут достичь единства, Европа не сможет двигаться вперед». Важной темой на саммите в Брюсселе стали и вопросы безопасности. С целью оборонного сотрудничества будет создан специальный фонд для финансирования разработок систем вооружений и их совместных закупок. При этом, укрепляя военное сотрудничество, ЕС не собирается конкурировать с НАТО. Кроме того, на саммите обсуждались минские договоренности, отношения с Россией и ситуация на востоке Украины. Содействие Москвы в Донбассе лидеры стран ЕС еще на полгода продлили санкции против России. Участники саммита отметили слабую реализацию минских соглашений. «К сожалению, этот процесс продвигается плохо. Режим прекращения огня постоянно нарушается. И это, конечно, плохая основа для реализации политической части минских договоренностей. Мы все придерживаемся мнения, что в данной ситуации санкции в отношении Москвы необходимо продлить. Однако мы считаем, что минский процесс должен продолжаться». Одной из проблемных тем, где пока не удается договориться об общих подходах, остается миграционный кризис. Так Макрон подверг резкой критике страны Восточной и Центральной Европы, которые, с одной стороны, пользуются финансовой поддержкой ЕС, а с другой — саботируют совместные усилия по приему беженцев. Нового президента Франции поддержала и Ангела Меркель. По словам наблюдателей, нынешний саммит призван продемонстрировать единство ЕС и его способность к решительным действиям. Помимо миграционного кризиса, во многих вопросах Евросоюз демонстрирует единство. Избиратели выражают поддержку ЕС на национальных выборах, экономики стран растут. По мнению многих комментаторов, это признак того, что Евросоюз снова на подъеме. Те, кто на саммите ЕС в Брюсселе видел Терезу Мэй, уверены, премьер не допускает мысли о возможном отказе от Брексита. А вот многие проевропейские настроенные британцы считают, что Лондон должен пересмотреть решение о выходе из Евросоюза или, по крайней мере, провести повторный референдум. Свою точку зрения они отстаивают и на улицах. Дрю Галдрон выглядит как британский министр иностранных дел. Только вот разница в том, что он не за, а против Брексита. Вместе с другими жителями Лондона активист проводит мероприятие за сохранение Великобритании в ЕС. Устройте другой референдум и задайте этот вопрос британцам снова. Те, кто хотел выхода Британии из ЕС, выиграли референдум благодаря своей лживой кампании. К этой группе большинство ее участников присоединились в течение последнего года, уже после референдума. Например, IT-консультант Гаррет Уильямс, который трижды в неделю принимает участие в акциях протеста. Мы говорим, мы не уходим, с нашими голосами нужно считаться. Процесс выхода Британии из ЕС еще не завершен, он будет длиться еще два года. Но новых сторонников активистам завоевать не так-то просто. Согласно опросам, британцы, проголосовавшие за выход из Евросоюза в июне прошлого года, своего мнения по этому вопросу не изменили. Нет свидетельств того, что взгляды большинства изменились. 12 месяцев назад население разделилось во взглядах на Брексит. И сегодня сохраняется тот же раскол мнений. Большинство избирателей Ромфорда, пригорода на востоке Лондона, проголосовали за Брексит. Тони Гири придерживается тех же взглядов, что и год назад. В этой стране слишком много людей. Неважно, какой они расы или цветы кожи. Мы должны остановить приток людей, иначе мы все пойдем ко дну. Сдерживание потока мигрантов многим британцам кажется более важным, чем экономические последствия Брексита. Даже несмотря на то, что некоторые предприниматели уже сталкиваются с повышением оптовых цен. Да, я потерял часть денег, но в долгосрочной перспективе Брексит пойдет на пользу стране и моему бизнесу. Но жесткая переговорная тактика премьер-министра Терезы Мэй начинает беспокоить даже некоторых сторонников Брексита в Ромфорде. Кажется, это будет тяжелый бой. Все не так просто, как они это себе представляли. Мэй поступает неразумно, заявляя, никаких переговоров, мы просто выходим из ЕС. Лучше бы ей смягчить тактику. Смягчить, но не сильно. Спустя год на линии фронта практически без изменений. Но битва за Европу еще далека от завершения. Другим темам. Одна из профессий, которым грозит вымирание, это шофер. Ведь уже сейчас в мире активно испытываются так называемые самоуправляемые автомобили. Но вопросы, которые возникают в связи с этим, касаются не только развития технологий. Немаловажную роль играет и этика. Ольга Капустина продолжит тему. Это не фантастика. По данным Министерства транспорта, уже через пять лет самоуправляемые автомобили могут появиться на рынке Германии. Они помогут избавиться от так называемого человеческого фактора, который зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Однако в связи с появлением беспилотников возникает целый ряд этических вопросов. Например, должен ли автомобиль-робот в безвыходной ситуации наехать на ребенка или врезаться в стену и пожертвовать своим пассажирам? И кто должен нести ответственность, если автомобиль на автопилоте нанес ущерб? Ответы на эти вопросы подготовила по заказу властей Германии специальная этическая комиссия. Согласно ее отчету, робот может нанести вред зверю или имуществу, если это позволит избежать человеческих жертв. Однако при неизбежной аварии беспилотнику строго запрещается классификация людей по возрасту, полу или состоянию здоровья. То есть робот не может выбирать, спасать ребенка или старика, женщину или мужчину. В случае аварии ответственность, по мнению экспертов, должен нести не владелец беспилотника, а его производитель, а также органы, которые отвечают за дорожную инфраструктуру. Рекомендации, разработанные в Германии, могут быть применены и в других странах, считает министр транспорта ФРГ. Но касаются они исключительно самоуправляемых автомобилей. Между тем, роботы все больше проникают буквально во все сферы жизни человека. Окей, я сделаю вам кофе. В так называемом умном доме все взаимосвязано. Электрокофеварка, роутер, телефон, телевизор и компьютер. И если, к примеру, пиццу быстрого приготовления съели, умный холодильник закажет еще одну упаковку. Все это упрощает людям жизнь. Но такие дома становятся особо уязвимыми для хакеров, предупреждают эксперты. Особую остроту вопросы этики роботов приобретают тогда, когда речь идет об использовании автономных военных машин. Ведь они сами находят мишени и уничтожают их. Дроны уже сейчас вовсю применяются в качестве оружия. А в будущем развитие этих технологий может кардинально изменить ход войн. Однако кто будет нести ответственность, например, за сбои в системе, если робот выйдет из-под контроля и начнет убивать гражданское население. Чем стремительнее развиваются технологии, тем актуальнее становится вопрос. Какое место в новой реальности займет человек? Если мы сможем создать искусственный интеллект, который будет мудр и добр, то миром действительно лучше будет управлять с моей помощью, а не только с помощью людей. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Вашингтон на этой неделе обращался к американской администрации с призывом обратить больше внимания на ситуацию в Донбассе. В США этот призыв, судя по всему, услышали, осудив нападение на представителей ОБСЕ в зоне конфликта. Тему продолжим в обзоре новостей. Ответственность за нападение на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе несут пророссийские сепаратисты. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что боевиков финансирует и тренирует Россия. Вашингтон призвал Москву оказать воздействие на сепаратистов. Бундестаг единогласно принял решение отменить все приговоры, вынесенные в послевоенное время, за гомосексуальные связи. Теперь пострадавшим полагается выплата компенсации в размере 3000 евро. Также они получат по 1500 евро за каждый год заключения. С 1949 по 1969 годы за гомосексуальные отношения в Германии были осуждены более 60 тысяч человек. Немецкая компания Tussenkrupp представила скоростной лифт, который способен перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Система лишена традиционных тросов и электрических кабелей. Разработчики уверяют, новые лифты сократят для пользователей время ожидания и дадут архитекторам новые возможности при строительстве небоскребов. Скорость движения лифта 5 метров в секунду, но плюсы в том, что в одной шахте могут одновременно использоваться сразу несколько кабин. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. О развитии событий в следующем выпуске ДВ Новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего доброго! ДВ Новости, в том числе на каналах наших партнеров.